Доброе утро, дорогие друзья! Рад приветствовать вас снова здесь, в «Завтраке с Библией». С вами Верс Томкевич. Сегодня хочу свидетельствовать об очень интересном случае, который произошел буквально вчера. Дело в том, что примерно полгода назад я, будем так говорить, негромко получил откровение некоторое создать клуб, который называется «Библейские основы бизнеса» или «Байбл-бейс бизнес». Он ориентирован на то, чтобы поддержать верующих предпринимателей, которые на сегодняшний день сталкиваются с обычными мирскими трудностями, поддержать их идеями, поддержать их обучением и так далее. И в дополнение к этому создать клуб предпринимателей, который бы помогал верующим людям не сомневаться в том, что Бог хочет, чтобы мы были богатыми, знаменитыми и влиятельными, и помогать им создать собственный бизнес для того, чтобы эту идею и это предписание осуществить. И я раскидал сообщение по этому поводу всем своим верующим друзьям. Все очень, так сказать, согласились, но дальше, чем первые разговоры, это не продвинулось. Мы так и не собрались по разным причинам, и я думал, что, может быть, это откровение было не к месту, но я не сдавался, я продолжал этот проект вести, я в нем публиковал различные свои статьи, различные свои видео и так далее, и продолжал об этом говорить со своими братьями о том, как бы это все дело продвинуть. Со временем это все затухло, потому что, как бы, ну, никто как-то не откликался, и, как всегда, Господь дает ответы с самых неожиданных мест. И вчера, даже позавчера, мне позвонил мой пастор и предложил встретиться с предпринимателем из Москвы, который хотел бы здесь начать свой тренинговый бизнес. Выяснилось, что совсем не то, что предполагалось. Мы вчера встречались на смотровой площадке, там, в ресторане есть такой, называется он Туси, это 49-й этаж самого высокого здания в Тель-Авиве. Оттуда такой открывается обзор, вокруг вообще всего, что только можно. И мы встречались, нас было шесть человек, и вчера прямо там, ну, сразу, как бы, почувствовалась атмосфера, что работают бизнесмены, все абсолютно верующие, у всех есть свой собственный бизнес. Мы моментально, буквально через пять минут создали модель того, как будет продвигаться этот клуб здесь. То есть вчера уже была создана группа, закрытая в Фейсбуке, вчера уже начался обмен мнениями, мы обменялись контактами, уже договорились о следующей встрече. И в связи с этим меня спросили, я сказал, что да, я такой клуб уже затевал, никак не банков отклик, и меня спросили, молился ли я. Я говорил, да, молился, и искал, спрашивал и так далее. И, как бы, я, честно признаюсь, даже не думал на эту тему свидетельствовать. Но когда вот этот вот вопрос поступил, молился ли я, я вспомнил, что да, я молился за этот клуб, то мне сегодня утром вспомнилась седьмая глава Евангелия от Матфея. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и откроют, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». И вчера вот эта вот идея пришла совершенно с неожиданной стороны. И вы знаете, если Господь открывает какие-то двери, то это происходит совершенно неожиданно, и закрыть их уже никто не может. И я в это свято верю, потому что если Господь проговаривает нам свое живое слово каждый день, то в Откровении 3 главе написано, что когда Иисус говорил через Иоанна к ангелам церквей, Он говорил следующее. «И ангелу Филангельфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, который затворяет, и никто не отворит. Знаю дела твои, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». И я вот думаю, что это относится к каждому из нас. Господь отворяет нам двери, и никто не может затворить их. И Он затворяет для нас двери, что никто не может их затворить, потому что эти двери ведут не туда, куда Ему хотелось бы, чтобы мы шли. И вот я считаю, что эта дверь, которую я отворил буквально полгода назад, с клубом, который называется Bible Based Business, это дверь, которую отворил не я на самом деле, а Господь. И вот она открыта, и вчера на этом собрании шести человек были люди из трех стран. Это Россия, Израиль и Эстония. И мы договорились о создании вот такого вот клуба, международного клуба предпринимателей, верующих, которые будут благословлять других своими идеями, своим опытом. Ну и, естественно, все, где делается бизнес с молитвой, где делается бизнес. И Словом Божьим этот бизнес обречен на успех. Потому что Господь будет вести тех, кто будет отвечать на Его великое предназначение, идти и учить все народы, крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И наши успехи в бизнесе, наши продвижения будут, конечно же, являться большим примером того, как Божья благодать, которая обогащает и печаль с собой не приносит, работает в бизнесе каждого из нас. Вот такое свидетельство. Поэтому мой вывод из этого, если вы получили откровение что-то сделать, делайте, не останавливайтесь, не забрасывайте это. Господь отворит двери и сведет все пути так, чтобы все у вас получилось. Поэтому будьте благословенны, начните делать, не отчаивайтесь, никогда не бросайте, не поднимайте руки. Если это Богу угодное дело, оно всегда свершится. Написано, доверить свои дела Господу, и Он все дела твои совершит. Будьте благословены, хорошего вам дня и пока, до встречи.